Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии АБФФТВ. Главный тренер молодежной сборной Республики Беларусь по футболу Людос Иоаннович Ромбузис. Людос Иоаннович, поздравляю с назначением, и первый вопрос вполне логичный. С какими амбициями, с каким настроением подходите к этой работе? Амбиции очень хорошие. Главное, чтобы это поняли те игроки, которые будут играть в этой молодежной сборной. Те, которые будут приезжать и понимать, что за сборную, даже молодежную, нельзя играть плохо, нельзя относиться к этой сборной спустя рукава, что мы сейчас соберемся, побегаем, чуть-чуть попрыгаем, что называть, чуть-чуть поиграем, нет. Если они поймут, что ими тоже должны двигать амбиции, что у них будут какие-то завышенные цели, задачи, значит, тогда у нас должно получиться. Если будут относиться спустя рукава, но это будет очень сложно. Хотя мы постараемся всем тренерским штабом сделать так, чтобы игроки поняли, что это сборная, это их билет в дальнейшую жизнь. — На кого вы будете опираться? Это клубный принцип больше, либо же это выбор индивидуальности, и потом будете формировать команду? — Опираться будем только на сильнейших. Уже в прошлогодней молодежной сборной играло 17 игроков 96-го года. Значит, вот это и есть костяк, на который мы будем опираться. Это и «Динамо Минск», это и «Минск», это и «Бате», это и «Шахтер», вот эти клубы, это и «Славиев», которые есть несколько хороших и интересных футболистов. Значит, должны играть сильнейшие. — Вы упомянули о своем штабе. Расскажите о выборе ассистента. — Ну, в штабе будет тренер по вратарям — это Сулима Александр. Александр Лухович, мне кажется, не стоит его представлять. И так все знают. Он просто с этим возрастом, 96-м годом, 3-4 года в дубле работал. Он их очень хорошо знает. Значит, также будет мне помогать Олег Радушка, который у меня вырос как игрок, который вырос как тренер. Значит, он знает мои все требования, мой весь тренировочный процесс. — На кого будете опираться? Видите ли кого-то уже лидером этой сборной? — Не знаю. Я пока лидером. Есть игроки, которые очень неплохо сейчас проводят подготовительный период. Есть игроки, которые могут выстрелить попозже. У нас с 20-го по 28-й будет первый ознакомительный сбор. Там будет расширенный состав игроков. Значит, после этого у нас с 25-го мы играем. Это до меня уже договорились. С 25-го мы играем в Вильнюсе со сборной Литвы и с 26-го мы играем со сборной Латвии, там же в Литве. Такой мини-турнир. Будет просмотрено порядка 30 футболистов. Я думаю, что это будет основа практически все эти футболисты с высшей лиги. — Как видите свое взаимодействие с национальной сборной, с молодежными? Вот в прошлые годы были иногда проблемные моменты. — Знаете, когда назначат тренера национальной сборной, тогда посмотрим, какое будет взаимодействие. Я думаю, что я человек коммуникабельный. Я не думаю, что у меня должны возникнуть какие-то проблемы в общении с главным тренером. — Сегодняшний момент, который обсуждался публикой при информации о вашем назначении, то, что 5 лет были вне тренерской деятельности. Как сами чувствуете вот этот пауза? — Я нормально себя чувствую. Дело в том, что тот же и партизан. Первые мы, когда выходили в высшую лигу, первые первая лига обыграла высшую лигу. Я помогал и женской сборной, я помогал и другим командам в той же городе. Но я же не таксовал. Я же постоянно на футболе. Я не чувствую, что я где-то долгое время от футбола. Я этого не чувствую. — И последний вопрос, Люсоныч. Какую вы себе задачу ставите? Понятно, что задача перед сборной всегда максимальная, а вот у вас? — Как один старый знакомый сказал, есть одно место первое. Остальные места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова